Мы второй раз выступаем с этой темой, потому что первое сообщение было на прошлой конференции, но были после него ряд вопросов от известных физиотерапевтов и клиницистов, которые высказали свои критические замечания по этой теме. Мы еще два года работали в менее жестком режиме, как обычно в научно-исследовательском институте требует по госзадания МАА, набирали материал потихонечку, увеличили его вдвое, провели дополнительные исследования химические, физико-химических свойств этих факторов. И как бы вот сейчас повторно решили вынести эту информацию для нас. Целая команда работала, там и на реабилитологи были, и неврологи, и команда нашей лаборатории экспериментальной, помогавшей обследовать этих пациентов. Об актуальности я не буду особо вдаваться, потому что известна всем тема, около 90 всех заболеваний к травматологу в наших кабинетах обращаются с болью. И обращая внимание на этиологию этого заболевания, касающуюся остеохондроза, это чаще всего через наш кабинет шли именно эти пациенты с остеохондрозом, который затрагивал патологии позвоночника и суставов крупных. Я не буду раскрывать эти понятия, потому что они всем известны. И к нам поступали пациенты с проявлением болевого синдрома где-то в середине стадии развития этой патологии, когда уже начинается явное обезвоживание хряща. Вот он здоровый, обезвоживание хряща, появляется протрузия, она может выставляться и уже рентгенологически на томограмме, или компьютерной томографии, или выход уже грыжевого мешка. Последующая стадия уже касается изменений костных изменений, сузурации костей и как бы явным проявлением мощно выраженного остеохондроза или позвоночника, или сустава. На рентгенограммах это выглядит и хрящ, который обезвоженный и начинаются в нем деструктивные изменения. Вот третья стадия, на четвертой стадии уже протрузия начинается и выход грыжевого мешка. Из существующих методов лечения, стандартных методов лечения, обычно травматологи и ортопеды назначают немедикаментозную физиотерапию. Это массаж, электростимуляцию, лазерную терапию, вытяжение. Из медикаментозных добавляется противоболевая терапия. Это капсицацин, никофлекс, неселективные НПВС, ингибиторы ЦОГа, ханропротекторы и витамины группы В. Вот такие стандарты и такие комбинации у нас назначают в поликлинике наших травматологий. Из озона терапии, больше всего известно распространены это паравертебральные и пароартикулярные блокады с озоном, массаж с озонирным маслом и кремом, ну и дисколизис с озоном, который мы вчера слушали на нескольких докладах. Но дисколизис с озоном, вот он, как бы имея целью попадания в этот разрушенный хрящ под С-дугой, специальное оборудование, специалисты, которые как бы должны работать на этой манипуляции. Чаще всего можно, есть, да, неконкурирующие методы, которые направлены на синдром обезболивания, например, лазерная вапоризация, когда по этой же технологии вводится не озон, а лазерный луч, и он как бы выпаривает это содержимое деструктивных явлений грыжевого мешка, но тоже методика имеет свои ограничения. Почему? Потому что лазер, попадающий в пространство разрушенного вот этого хряща, чаще всего не попадает в грыжевое пространство. Выпариваться не все, а в грыжевом пространстве вот эти деструктивные элементы остаются. Поэтому как бы есть ограничения в показаниях для назначения этого метода. И существует у нас в физиотерапии, в травматологии еще разработанный, и хорошо себя зарекомендовавший, косный метод внутритканевой электростимуляции физиотерапевтической, разработанный нашим уральским травматологом, известным профессором Герасимом, он запатентован и заключается в сложно модулированной низкочастотной воздействии импульсным током с параметром близким биотоком человека. Вот методика имеет утверждение Минздрава, и прошло, с ней есть наблюдение, более 25 тысяч человек. Но при всех этих подходах, которые здесь используются, с нашей точки зрения, не учится самый главный патогенетический фактор развития этой патологии, приводящих к боли, это снижение транспорта, обеспечение костного содержимого, этого позвонка, допустим, или суставной оперности, и хряща, и резко снижение кислородообеспечения, потому что все эти средства направлены на разрушение, на удаление уже разрушенных морфологических структур. И предрасполагающими факторами, научными факторами к нашей разработке послужили, вот Нобелевская была премия, полученная двумя американцами, в открытии каналов специальных в коже, в ткани, которые высланы специальным белком, названными ими аквапарином. А позднее было еще одно открытие, Берхарда, который раскрыл сущность электрофорезы, известного давно у нас в стране, что под электрическим полем, под влиянием электрического поля, эти каналы, как бы, начинают пропускать гидрофильные соединения, водорасторимы с большей степенью. Ну и поэтому, как бы, вот эти патогенетические предпосылки нам послужили целью исследования, в разработке известного уже метода электромеостимуляции, и плюс доставку кислорода мы решили обеспечить с помощью разработанных, используемых нами в клинической практике, кремов, содержащих азониды, как мы считали и считаем до сих пор, называя их азонидами. Ну вот вопрос-то был у нас, когда на прошлой конференции о том, что же у вас в этих кремах, первый вопрос был. Второй вопрос был, когда вы эти крема помещаете между электродами, что в них изменяется, потому что крема, который используется у нас в дерматологии, в этих кремах многокомпонентный состав, и когда туда попадает активная форма кислорода, что с ним происходит? Так вот, мы вынуждены были продолжить исследования инвитровские, когда мы этот крем помещали в электрическое поле вне организма и сделали на модели в режиме проведения процедур, которым накладывают больным в стандарте по преэлектростимуляции. Затем эту же методику повторили на животных с этими кремами. Цель этой методики была посмотреть системное влияние, вот есть ли системное влияние присутствия в этих кремах кислорода активного. Ну и, наконец, на больных накладывали у пациентов с дорсопатиями, артропатиями, электродами, причем электродами накладывали электроминестимуляторы и на позвоночник, и на крупные суставы, на суставы нижней конечности. Всего 43 пациента было, 20 было. По стандартным схемам лечившихся, которые включали электроминестимуляцию и обезболивающую терапию лекарственную. А во второй опытной группе электростимуляция была, ну, с нашими кремами, с озонидами. Для того, чтобы выбрать эти озониды, да, вот химические исследования заключались в исследовании спектра продуктов этого озонолиза в этом креме, который состоял из соединения этот крем, соединения озонировано-оливкового масла, плюс стандартная базовая основа косметических кремов, которые используются широко в нашей косметологической практике. И эти крема мы помещали, вот я говорил, в это электрическое поле, и обрабатывали вот этим электрическим полем, и смотрели на продукты, которые там получаются. И оказалось, что в конце этой процедуры в этих кремах накапливается очень много продуктов этих реакций, при вращении содержащих активные формы кислорода, с разными структурными, так сказать, химическими основами, как вы видите. Все эти, в основном, это кислоты, надкислоты химики, их называют. Они содержат вот эти пероксидные группировки и азонидов, о которых мы говорим всегда, что в этих кремах есть азонидов. Но в коммерции это принято, так на озон все это дело. Всего до 2%, и то не всегда. Они являются носителями активных форм кислорода. Ну и вот этот атоматный кислород, это уже известный из химии, является сильным антибактериальным, бактерицидным, фунгицидным и отбереживающим действием. Это уже известно из химии, из клинической биохимии. Итак, мы взяли эти крема с разным содержанием, 3, 5, 10 и 30% азонированного масла, оливкового масла, добавляли его к основе самого крема и посмотрели физико-химические параметры. Оказалось, что эти крема как бы в исходном состоянии обладают своими определенными биологической активностью, которая выражалась вот в таких цифрах, скажем, и перекисное окисление липидов, смотрели мы химии, и антиоксидантная активность, кислительный потенциал. И она зависела от содержания активного кислорода в этом креме. И оказалось, что большая максимально выраженная активность была в креме с добавлением 30% оливкового масла. И вот мы его-то и взяли в разработку. Сначала его обрабатывали вот этим полем инвитро, и оказалось, что вот эта обработка полем электрическим приводит к снижению активности прооксидантной при одновременном росте антиоксидантной активности, который максимально был выражен при креме, содержащем максимальное количество активных форм кислорода, 30% оливкового масла. И вот эти графики показывают о том, что 30% крем в конце процедуры удерживался на уровне стандартной терапии, а антиоксидантная через час перекисная активность как бы через час была более увеличена по сравнению с другими кремами. А антиоксидантная активность точно так же параллельно следовала с показателем перекисной активности липидов. Химический состав этого оливкового масла, в принципе, включат основной компонент оливковую кислоту, и кроме этого, там из антиоксидантов имеется витамин Е, и линолевая кислота, омега-6 жирная кислота, и различные наполнители, которые являются сутью вот этого крема косметологического. Еще мы посмотрели, так сказать, как изменяются некоторые биохимические параметры, активность ферментов, не просто как бы физико-химические показатели перекисной антиоксидантной активности определяемой химинесенции. Сейчас очень хороший аппарат появился, развитие аппарата для микроциркуляции, который в своем как бы тестовом датчике может определять ферменты, в частности, на дашьев фатферменты, ферменты, которые являются рядом узловых моментов работы ферментных систем, митохондриальных систем, то есть они отражают активное состояние активности работы митохондриальных систем при производстве энергии. Вот этим сочетанным исследованием микроциркуляции и определением функций ферментов можно, в принципе, как бы давать более полную оценку влияния того или иного фактора, в частности, здесь действовали активной форме кислорода и было прямым показанием и как бы следствием увидеть, что же делать озонный биохимический. Метод очень хорош, потому что он не инвазивный, в клинике его можно использовать с большим спектром возможностей этого аппарата. И оказалось, что именно 30-процентное масло больше всего сажает активность ферментов. Почему? Потому что там больше всего было активных форм кислорода, а эти ферменты, кислородные дегидрогеназы, они, конечно, субстратно от своего обеспечения, при обработке этим, при доставке большого количества активных форм кислорода садятся, они просто окисляются. Мы так считаем. Не знаю, как биохимики, но вообще. Я вам сказал о содержании этих активных форм кислорода и на морфологической структуре, которую мы смотрели в этих кремах. И вот если эта морфологическая структура в кремах с малым содержанием активных форм, 3-5%, она сохраняла свою однородность как бы, но в кремах с большим количеством активных форм кислорода появлялась. Характерный признак наличия большого кислорода – вот эта краевая зона. Это является признаком как бы большего количества гидрофильности этих кремов. А раз гидрофильность больше, значит, есть способность этих кремов, больше способность проникать по системе, не по системе, а по теориям аквапаринов, по теориям электропорации. Поэтому у кремов с максимальной вот этой периферической зоной, возникающей отмечаемой при кристаллизации, все-таки она нам дала возможность подтвердить необходимость все-таки остановиться на этом креме. И когда мы посмотрели до и после обработки этот крем этим полем, его продукты окисления, продукты этого окисления методом инфракрасно-спектроскопии, то оказалось, что качественный состав практически не меняется, о чем был вопрос у нас и физиотерапевтов. Поэтому дальнейшие исследования были проведены на крысах, и цель этих исследований поставили при этой процедуре посмотреть системное действие, как эти озониты, и это поле будет влиять на организм животного. Оказалось, что вот как раз у этого крема, который мы взяли в работу, максимально сохраняется и поддерживается в течение часа микроциркуляция после процедуры. Кроме того, бралась кровь у крыс после этой процедуры. При стандартном лечении она содержала кислорода, напряжение кислорода было исходно близко к уровню, а вот когда поработал этот крем под влиянием поля, контоминация была в организме пациента везде, он в смешанной крови дал прирост кислорода в крови. То есть речь идет о том, что электрическое поле, доставляя через кожным транскутантным путем из крема вот эти активные формы кислорода, способно влиять на кислород транспортную функцию крови. Ну и вот незначительные были изменения у животных в проэнтиксидантном паносале, которые характерно при всех этих подходах увеличивали свою активность. Но при этом сама активность ферментов садилась при этой процедуре. Мы их посчитали, отнесли так, потому что сама нагрузка на животного мелкого лабораторного была взята от процедуры, которая делается людям. И мы подумали, что это, скорее всего, сильное воздействие самого физического фактора. Все характерные признаки появления озонов при системном его применении, снижение глюкозы, максимально отмечаемого при 30% креме, снижение лактата и увеличение фермента лактат-дегидрогеназа, свидетельствовало об активации углеводного обмена, об усилении утилизации углеводов и работы, поддерживающих эти процессы ферментных систем. Ну вот в клинических условиях мы смотрели касательно регресса болевой синдрома, оценивали его по шкале ВАШ, это стандартная, известная всем такая самая простая шкала, которую отмечает пациент при поступлении через 3-5 процедур, она снижалась в 2-2,5 раза после вот этой процедуры у взрослых пациентов. И вот в стандартной группе 20 человек, у которых всегда шло опережение регресса болевого синдрома, в группе, где мы использовали на всех этапах исследование, опережало интенсивное снижение интенсивности у пациентов с этой патологией. Регресс неврологической симптоматики, это объем движения позвоночника, выраженность сколиоза, корешковые синдромы, как раз регрессировали быстрее и эффективнее при в основной группе с применением вот этого кислорода, содержащего крема. Одним из характерных, подтверждающих системное действие эффектов, было состояние микроциркуляции, которое максимально в болевых зонах было увеличено, при этом креме со сравнением со стандартными группами. Но и там мы измеряли в предплечье, где не было жалоб пациентов, на предплечье не было никаких болевых синдром в верхних конечностях. Тем не менее, микроциркуляция и здесь была выше по сравнению со стандартными. Вот именно этот фактор говорит о том, что вот такая методика сочетанного применения на зоны позвоночника и на крупные суставы, это большие достаточно площади были для электродов, они давали как бы и системный эффект даже у пациентов, не только у животных. Проявления со стороны центральной гемодинамики были одноправильно известны, но мало выражены, статистически не очень достоверны. Но вот внешнее дыхание зато, поскольку на область грудной клетки и поясничную область клались эти электроны, смотрите, и жизненная емкость была выше, минутный объем дыхания за счет глубины дыхания возрастал, и форсированная жизненная емкость была эффективнее, восстанавливаясь через курс процедур 10 процедур этих пациентов. Перекисное окисление липидов реагировало как при системной озонотерапии с увеличением прооксидантного потенциала и еще большим возрастанием до 125 процентов антиоксидантных ресурсов. Ну и как бы эффективность регресса болевого синдрома была в 87 процентов в основной группе и в 75 процентов у пациентов, получавших стандартные схемы лечения. Показания к озонотенцтерапии, мы эту методику назвали озотенцтерапией, по аналогии с МС, тенцтерапия принята в неврологии, в вертебрологии, как физиотерапевтического фактора, только добавили вместо МС слово озона, чтобы наш озон звучал здесь, потому что МС терапия, что тенцтерапия и их соединения в клинике, они практически не видят ответные реакции, но местные реакции на действия этих электрических полей через эти электроды. И противопоказания взяли тоже от электромеостимуляции, добавив как бы те противопоказания, которые присущи системной озонотерапии. Вот это электромассажер, который, ну, правда, он разработки американской и китайского производства, самую специфику составляют в нем электроды из силикона, потому что постоянная работа с этими кремами, обычные наши стандартные электроды МС терапии, ну, просто окислят, сжигают, и как бы они выходят быстро из строя. Ну, и вот и был создан крем, который получил сертификат, вот это с 30% содержанием оливкового масла, который достаточно хорошо работает. И с этой методикой больные могут пользоваться и дополнительно, беря, накладывая, вечером быстро всасываться, он 20 минут, и как бы с кожи практически весь крем уходит. Система наложения электродов известна. Ну, и выводы такие, что мы говорим, что в механизме противоболевого действия этой методики лежат увеличение объемного кровонаполнения, тонуса сосудов, с улучшением показателей углеводного обмена, активации биоэнергетики в организме, активизации работы центрального кровоощрения функций внешнего дыхания. И электростимуляция приводит к регрессу болевого синдрома. В позвоночнике нижних конечностей за счет выраженного вазотропного эффекта его и тонуса при капиллярном русле. Речь идет о восстановлении кровообращения за счет пассивного движения мышц во время этой манипуляции. Вот и такой лечебный эффект является следствием возрастания нейрогуморально-регуляторного влияния, сочетанного применения низкочастотного электроэнергетического тока и активного форма кислорода. Благодарю за внимание. Вот такую методику мы попробовали на пациентах, и она работает, и сам крем работает как бы в индивидуальном режиме. Вот, пожалуй, все. Спасибо. Большое спасибо за доклад, Сергей Петрович. Пожалуйста, вопросы. Тема довольно интересная. Думаю, вопросы тоже будут соответствующие. Да, конечно, Колькова. Как у физиотерапевта у меня возник следующий вопрос. Внутритканевая электростимуляция Герасимов, и, в общем-то, и у него метод разработан именно на том, что прокладки пропитываются водным раствором, и, в общем-то, идет электростимуляция. У вас крысы, да? Там были... Нет, я имею в виду, что прокладки были смазаны сначала, намочены, потом был нанесен крем, масло, в общем-то, что вот дальше... Сам механизм, вернее, вот как проходила процедура, потому что обычно крема, значит, гелий и все прочее, это идет ультразвуковое воздействие, лазеротерапия, магнитотерапия, да. А вот здесь идет, что дальше? При электростимуляции необходимо, наоборот, повысить электропроводность кожных покровов, и поэтому накладываются прокладки, которые смачиваются в водном растворе, да? А здесь крем, который идет как изолятор, либо у вас специальные силиконовые какие-то, в общем-то, вот эти электроды, да? Я вопрос понял, понял. Вы упоминали вначале вопрос про электростимуляцию, существующую физиотерапию, и электростимуляцию, которую, как бы, рекомендует, вот методика Уральская, когда электростимуляция, когда они электрод для электростимуляции подводят почти вплотную к костной основе. Это инвазивный метод подведения тока. Ясно. Это игла. Игла, игла, неважно, неважно. Я училась у Герасимова, я просто знаю этот метод. Прекрасно, я не сомневаюсь в его методике. Еще раз, дайте я скажу. Я почти 40 лет назад занимаюсь внутрикосными инфузиями и исследованием воздействия на надкостицу и на кость различным способом, травматическим, инфузионным способом. Мы видели при этих воздействиях на саму кость и надкостицу мощный прессорный эффект. Я согласен полностью с Герасимова о том, что воздействие и электрическим током будет вызывать усиление общего кровенополнения. Кроме того, что он стремится в этой зоне повысить кровоток, но общее кровоуполнение за счет общего вазопрессорного рефлекторного эффекта. Этим способом мы использовались в реаниматологии и поднимали давление только порционным введением через кость и надкостицу жидкости любой крови. Можно поднять давление у реанимационного больного. Это раз. Это механизм восстановления кровоснабжения этого патологического сустава. Теперь о методике самой наложения электродов. Да, там прокладки были у крест, но они это были прокладки, удерживающие электроды. Удерживающие электроды. Сверху они были. А кожу мы смазывали просто кремом. Одинаковое количество крема брали этим для животных. Не как изолятор действует. Крем – это на водной основе. А второе, когда мы перешли… Ну вот оливковое масло там тоже. Это крем. Это крем на гидрофильной основе. Потому что там всего в 3% это 3% добавлено оливкового масла, в 5% только 5%, в 10% больше, а в 30% еще больше. Но этот крем, как мы показали, особенно 30% и 10% дает сущность этой основе гидрофильную. Вы видели там, как краевая зона при кристаллизации. Это за счет как раз мелкодисперсных субстратов, которые уже окислены в этой структуре. И вот те аквапарины, как мы думаем, которые открыты американцами, которые дают возможность при воздействии поля по второму открытию усиливать проникновение через эти каналы гидрофильных структур и водных структур. Я думаю, что они работают, потому что если плотно прижать электроды силиконовые, под которыми лежит это масло, не масло, а крем, содержащий активные формы, мы не видели, вы знаете, что проводишь, как бы хорошо организовав прижать эти электроды, проводишь электростимуляцию, снимаешь электроды, они сухие, масла нет, оно все контаминировало туда. Физиотерапевты удивятся, что делаете электростимуляцию. Я готов на любые рандомизированные цели. Потому что привыкли делать ультразвук, фонофорез, магнитотерапия, магнитофорез, лазерофорез. Вот, ну, куда деваться, если мы получили такие результаты, я только готов на сотрудничество, на любое. Спасибо за вопрос. Вот Клавдия Николаевна хотела вопрос задать, пожалуйста. Вот такой вопрос, вот вы там немножко так подробно становились, у вас был слайд, где НАДЖ и ФАТ у вас были, да? На что? Ну, у вас там никотинодониндинуклеотид был представлен. Да, да, да. Илогинодиндинуклеотид был представлен. Мне вот интересно, у вас было написано, что это в креме содержится. В креме, в креме, в креме. Мы сами удивились, в креме. Вот я очень удивляюсь, откуда он там в креме-то взялся? Откуда в креме? Потому что я понял вопрос. Мы были с вами удивлены, мы это для пробы, исследовали возможность, диагностическую возможность этой методики, лазерофорез, ну, определение микроциркуляции с помощью вот этих электродов, которые рекомендуют известные, как бы наши производители этих аппаратов микроциркуляции, и попробовали его еще на системной озонотерапии. И везде идет, как бы, ответная реакция со стороны вот этих показателей биохимических, которые биохимическим методом вы-то определяете. Здесь нас привлекло то, что можно, наложив электрод, и, как бы, неинвазивным способом, просто, как бы, сразу в реальном масштабе времени получать динамику поведения ферментов. Вот нас что интересовало. И когда мы взяли этот крем, думаем, дайте-ка посмотрим, потому что мы знали, что работая раньше с облепиховым маслом, тоже многокомпонентное масло, которое содержит много антиоксидантов, много биологически активных продуктов и ферментов там, в том числе, содержащихся, по аналогии подумали, что и здесь, в компоненте между оливковым маслом, в соединенном компоненте и самим кремом, который, я говорил, что в креме тоже много биологически активных продуктов, вот они-то, как бы, являются одним из вариантов поддержания антиоксидантной активности, антиоксидантной активности, биологической активности, и подумали, что там есть активность ферментов, и посмотрели там, как бы, доза зависимая, и, как бы, уход активности этих ферментов от количества кислорода, которые там в каждом креме содержатся. Я что могу сказать? В рекомендациях этой аппаратуры новой, как бы, как раз на них указано, мы только из-за них взяли этот аппарат, решили попробовать, я вам докладываю свои первичные результаты, конечно, они все требуют набора, верификации со стандартными методиками, но вот такая возможность, если она подтвердится, для нас это для всех выход из положения, потому что биохимия, как таковая, можно вторым темпом исследовать, это экспресс-метод определения активности ферментов, заложенный в этой методике, она сертифицированный аппарат. Сергей Петрович, скажите, пожалуйста, я как проктолог задаю, значит, в проктологии есть такая болезнь, которая называется хроническая тазовая боль, очень плохо лечится, врачи страдают, и пациенты тоже, и проктологии называют, и так далее. Вот ваша методика могла бы, как вы считаете, вот так вот, на скидку? Я считаю, что могла бы, только на себе не показывать, я подумал, что вас сразу надо брать на эту аппаратуру. Но я могу на себе попробовать. Я все люблю на себе тоже. У нас аппаратура здесь, это есть, и как бы мы еще только-только ее передали, еще на больных здесь не пробовали. Это на выставке, да? Нет, на выставке она, наверное, тоже стояла, но мы в ГИТО уже работали, эти 40 больных с контрольной серией проведены в кабинете озонотерапии, института травматологии, работает. Причем вот эту, как бы, близкую к тазовой боли, боль при коксартрозах, например. Озон помогает, 100% всегда помогает. И обкалывание помогает и крема, и масло помогает озонотерапии. А вот когда наложишь поле, да еще, мы считаем, что нужно соединять всегда при этих болевых синдромах, особенно в тазовой области, в урогенитальной области, в нижних конечностях, обрабатывая процедуру, проводя с воздействием поля на те отделы позвоночника, которые дают вот именно и нарваться туда. Скажите, пожалуйста, а вот время процедуры. 20 минут. 20 минут, да? Там создается подкожное депо. Но ведь введение количества лекарственного средства незначительное под кожу. Глубже не проникает. Глубина проникновения 1-2 мм. Вот то, что нам дают лекарственные вещества, создается подкожное депо, и в течение 3-5 дней оно рассасывается, да? То есть какая площадь должна быть воздействия, потом, значит, время воздействия, чтобы получить такой хороший результат? Вы знаете, мы искали площадь воздействия для этих электродов. И оказалось бы, если увеличить площадь электрода при той же силе тока и раздражения, и мощности, подаваемой на этот электрод, гораздо больше контаминации была бы крема. Но казалось, что средней площади электродов, которые чуть больше обычных физиотерапевтических, но их нужно плотно прижимать. Причем один маленький секрет для себя. Мы открыли и создали, что нужно эту кожу разогреть горячим полотенцем, чтобы она была увлажнена. А физиотерапевты не будут разогревать на данный момент? То есть вы должны что-то еще придумать? Ну вот мы и придумаем всякие пути для того, чтобы ввести активную форму кислорода не инъекционным способом. Ну тогда еще, может быть, стоит фонофорез, магнитофорез. Может быть, да. Да, это будет проще понять. А может быть, даже эффективнее. Омские озонотерапевты, и как бы они вот именно работали по пути использования электро-ультразвука для ведения лекарственных приводов. И в гинекологии знаю, и в дерматологии. Кстати, лазеро-форез тоже очень хороший. Сергей Петрович, последний вопрос, можно мне? Да. Вот у нас в нейрохирургии оперируют больные с грыжами. Вот вы сейчас сказали, что характер боли, это в основном гипоксического характера. Там, наверное, большой компонент с давлением механического на нервной крышке. Так? И вот как ваша процедура влияет ли вот на этот компонент, на механическое с давлением, идет ли регресс с грыжей? Регресс с грыжей, мне трудно ответить, потому что мы до и после как бы не компьютерные, не делали рентгенологические, не контролируемые, но снимается отек после этих процедур. Или обкалываешь паравертебрально эту зону, и массаж делаешь, или лучше всего электроместимуляцию сделать. Помните, в прошлом году, по-моему, или позапрошлом, был доклад, они вводили, и получали регресс с грыжей. Не наблюдали вы такой процесс? Ну, рогресс с грыжей, там везде трактуют дисколлизис. Они же в грыжу вводят вот этот, как бы, ну, катетер, и туда вводят 30, с концентрацией 30-35 микрограмм миллилитров азонса. Он, азонолиз происходит, дисколлизис, так и называют, это азонолиз. И вот это жидкостное содержимое потом... Сергей Петрович, всегда ли боли снимаются? Снимается боли. Почему? Потому что у нас есть пациенты, которых оперируют чуть ли вот, всякие методы лечения не помогают, и потом вынуждены оперировать. Ну, мы не рекомендуем эту методу как панацею, просто как метод выбора, причем метод выбора на стадиях пациента, когда вот он почувствовал боль, стал обращаться, то не ходил с этой начальной болью месяц-два-три. Вот когда на стадиях формирования протрузии особенно это будет помогать, я считаю. Потому что когда есть грыжа, конечно, тут часто уже у хирурга мысли туда нужно как бы скрывать. Спасибо большое. Это тактика хирурга, травматолога. А вот еще есть такая методика, внутри тканевая? Последний вопрос, наверное, и на этом будем заканчивать. Пожалуйста. Есть еще такая методика органный электрофорез или электростимуляция. То есть обычно вводится лекарство, и уже на эту зону, допустим, внутрисуставную, если ввести зонно-кислородную смесь и потом сделать электростимуляцию на сустав, или просто гальванизацию, тогда будет, мне кажется, лучший результат, чем с кремом. Более конкретно. Я с вами полностью согласен. Когда пациент приходит с ярко выраженной болью ко мне в кабинет, и я предполагаю вот эту, не внутритканевую, а вот контаминацию произвести этой процедурой, я первые 2-3 процедуры его обкалываю, как вы говорите. Я не знаю, делать или нету. Надо сказать, что не надо делать, потому что мы складываемся перед, но правильно уже во время. По-моему, тут часть отсутствует, думаю, может. Надо бы сейчас просто перекличку делать, чтобы здесь есть. Кто-то считает. Спасибо, извини. Наверное, все вопросы уже были отвечены, или кто-то еще хочет. На этом наше заседание заканчивается. У нас еще серия докладов. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ